Здравствуйте! В прямом эфире программа «События. Новости большого города на Средней Волге» вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Судебное следствие, длившийся год, подошло к концу. Сегодня огласили приговор по нашумевшему делу Шатила. Сразу два ЧП в аэропорту, задержка рейса и экстренная посадка. Кто-то доигрался. Причиной масштабного пожара на Волгина могла быть детская шалость. Росрыболовство против Жигулевской ГЭС. Так кто же виноват в обмелении Волги? 250 самарцев теперь знают, как сделать свой быт лучше. Школы двороводов, первые выпускники. Громкое уголовное дело бизнесмена Сергея Шатила сегодня подошло к логическому финалу. В Самарском районном суде вынесли приговор. Его оглашали более 9 часов. Кроме владельца компания СМТ Шатила на скамье подсудимых еще шестеро человек. Два сотрудника той же конторы. Заместитель директора Алексей Санкеев, старший инженер Алексей Бондаренко, а также руководитель операционного подразделения ООО «ДЖИИ» в России и СНГ Наталья Середавина. Специалист по работе со стратегическими клиентами «ДЖИИ» Елена Львова. Заместитель министра здравоохранения Самарской области Альберт Новосардян и руководитель управления Минздрава Максим Колобов. Всем семерым подсудимым органы предварительного следствия вменили статью «Ограничение конкуренции». Но кроме этого, государственным служащим Альберту Новосардяну и его бывшему заместителю Колобову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, а остальным в коммерческом подкупе. Подкуп, по мнению силовиков, заключался в том, что выигравшая конкурс компания СМТ заключила договор с фирмой главного свидетеля обвинения Алексея Рогачева, цех здоровья. Рогачев воспринял этот договор как отступной за то, что он не составлял конкуренцию Шатила на конкурсе. В итоге суд статью о коммерческом подкупе снял, но это мало повлияло на сроки. Гособвинение запросило пятерым посудимым, в том числе Шатила, реальные сроки лишения свободы. За решетку отправятся двое – Шатила на 3,5 года и на 3 года Новосардян. Остальным дали условные сроки. Репортаж из зала суда смотрите в наших следующих выпусках. В Самарском аэропорту Курумыч экстренно приземлился самолет «Сухой Суперджет-100». Воздушное судно компании «Азимус» совершало рейс из Краснодара в Тюмень. На борту находилось 97 пассажиров. Причиной посадки стала вибрация, неисправность двигателя, рассказала помощник Кубышского транспортного прокурора Кристина Кулик. Воздушное судно приземлило в Самаре в 3,14. За несколько минут до этого в аэрогавани объявили тревогу «Горн-2». В итоге пассажиры вылетели в Тюмень в 8,30 резервным бортом. И еще 65 человек эту ночь провели в аэропорту Курумыч в ожидании вылета в Екатеринбург и Тюмень. Задержался рейс авиакомпании «Ютер». По расписанию самолет должен был отправиться в путь в полночь, но вылет перенесли на 6,40. Время задержки составило 6,50. Среди пассажиров, зарегистрированных на рейс, были двое детей в возрасте до 12 лет. Их разместили в авиаотеле, предоставив напитки и горячее питание. В Самаре сейчас идет расследование масштабного пожара на улице Волгина, 19. Пострадали три частных дома и несколько построек. В одном из них находилось общежитие с приезжим из Таджикистана. О подробностях пожара и помощи погорельцам узнала наш корреспондент Валерия Куценко. Пламя вспыхнуло в половине седьмого вечера. И сразу охватило три частных дома и еще две нежилых постройки. Прибывшие пожарные выяснили, горят дома на общей площади тысячу квадратных метров. Пожару сразу же был присвоен повышенный ранг сложности номер три. Выяснилось, в одном из сгоревших домов было общежитие, где жили рабочие из Таджикистана. Говорят, о пожаре узнали, когда были на работе. Тут же приехали к дому и стали хватать все, что попадалось под руку. Многие были так напуганы, что боялись камер и не хотели показывать лицо. Мы только что работа прошли. То есть вы работали, пока начались пожары? Да, да. А где вы работаете? Недалеко? Да, недалеко. Кто вам сказал о пожаре? Пожаре, вот друзья звонили после работы. А друзья здесь были? Нет, а некоторые здесь. А что там сгорело, расскажите. Не знаю, говорит, газ, соседний дом, газ, что-то вызывали. Если у меня было здесь, девочки. А вы тут живете? У вас здесь рабочие общежития? Да, рабочие общежития. Мы здесь живем. Общежитие и все. А оно давно здесь появилось? Давно, уже сто лет говорили, говорили о бестолке. Ничего, никто никаких мер не принимал. Вы видели, как пожар был? Ну, я позже приехал. А вы какой-то организации представляете? Нет, я живу вот напротив. Иди сюда, иди, ты видел все. А вы боялись, что в этом месте пожар? Конечно, боялись. Писали, везде говорили. А сразу здесь писатель пошел? Как вы сами понимаете? Да, огонь сразу вот здесь вот пошел, и все. Я приехал, уже все здесь полыхало. Ну, живут эти эмигранты. То есть, постоянно меняются, да? Ну, да. То есть, там жили эмигранты? Ну, да. Понятно. А приехали спасатели, пожарные быстро? Ну, да, довольно быстро. На месте вызова работает 133 человека, 31 единица техника. В настоящий момент происходит горение трех частных домов и пяти надворных построек. В настоящий момент локализация на трех участках. Ожидаем локализацию на четвертом участке. Сил и средств достаточно. На месте также работает 10 машин для подвоза воды, бригады газовиков, бригады электриков. Реагирование было своевременным и достаточным. По словам пожарных, между домами годами скапливался мусор. Он и загорелся. Причины возникновения огня пока не установлены, но уже есть версия. Предварительная причина пожара – детская шалы с огнем. С помощью камеры видеонаблюдения установлено, что установлено и место возникновения пожара, и установлено, что в данном месте были дети. Администрация железнодорожного района Самара обещает не оставить людей в беде. Для погорельцев подготовили временный пункт размещения – школу номер 59. Определяем людей, которым необходимо сегодняшнюю ночь переночевать, которые потеряли кровь и которым необходимо размещение в этом пункте. Сейчас сюда подойдет автобус, и, соответственно, те люди, которым это необходимо, будут направлены в пункт временного размещения, а завтра уже будем разбираться, что ли. Ну, то есть людям помогут? Людям однозначно помогут. Никто под открытым небом не останется. Что послужило причиной пожара, предстоит выяснить правоохранителям. Мы будем следить за развитием событий. Валерия Куценко, Сергей Баскин. События. Самарцы жалуются на большое количество мертвой рыбы вдоль побережья Волги. Причины все называют разные. Вредные сбросы, цветение воды, весеннее маловодие. По последнему из эритериального управления Росрыбоводства завели административное дело. Ведомство выступило с претензиями на Жигулевскую ГЭС. Сейчас расследование по делу закончили и передали в суд. В чем проблема, разбиралась Мария Левина. Несколько километров вдоль берега, в районе Жигулевской ГЭС, и на соседних островах усыпаны мертвыми мальками. С каждым днем их становится все больше, рассказывают местные жители. В этом году люди жалуются на большое количество дохлых рыб. Причины называют разные. Кто-то сетует на сбросы предприятий, кто-то на цветение воды. А вот Средневоложское территориальное управление Росрыбоводства выступило с иском против действий Жигулевской ГЭС. Административное дело ведомство открыло весной этого года, и началось расследование. Причина обмеления Волги из-за резкого сброса воды электростанции, говорят в Росрыбовстве. В этот момент происходил запрет нерестового периода. Управление было беспокоено, как будет проходить нерест. В результате этого дело было возлуждено. На сегодняшний день расследование закончено. В ведомстве составили протокол на Жигулевскую ГЭС по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды». Однако на самой ГЭС апеллируют к закону, который регулирует речной сток Федерального агентства водных ресурсов. Говорят, что они сами лишь исполнители, которые работают четко по инструкции. В соответствии с поступавшими указаниями Росвод ресурсов мы полностью отрабатывали все установленные нам задания. И нарушение этого графика является нарушением, преследуемым в законодательном порядке. На сегодня во всех водохранилищах Ложеско-Камского каскада нормальные уровни водохранилищ, соответствующие текущему времени и текущему сезону. В Куйбышевском водохранилище отметка чуть более 52 метров, что соответствует норме. Также на Жигулевской ГЭС пояснили, что в этом году на Волге складывается маловодный режим. Связано это с природными условиями. Из-за снежной зимы весной ожидали большой паводок, которого не случилось. Вода ушла в почву. Майскую ситуацию решили с помощью планового накопления водохранилища. Поэтому сегодня опасности для рыб нет, уверены на Жигулевской ГЭС. По крайней мере, из-за количества воды. Чтобы убедиться, что сегодня Волга в норме, достаточно прийти на городской пляж, где ее уровень не отличается от предыдущих лет, говорят в организации. Впереди по этому делу грядут дополнительные проверки, которые и решат исход. Росрыболовство передало его в Жигулевский городской суд. Говорить о точных причинах происшествия, пока идет судебное производство, рано. Подсчитать все убытки смогут не раньше осени. Виктория Шарая, Мария Левина, Николай Епифанов. События. В Самаре изменили схему движения общественного транспорта. Это связано с тем, что на перекрестке Московского шоссе и улицы Нововокзальной ремонтируют теплотрассу. Движение по Московскому шоссе на пересечении с Нововокзальной будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении. С 1 по 15 августа троллейбусы номер 4 и номер 12 пустят по временной схеме проезда, сообщили в Дептрансе Самары. С 1 по 7 августа троллейбусы по направлению из города будут следовать по своему маршруту, а по направлению в город в объезд через Старозагору 22-го порт съезда до Московского шоссе и далее по своему обычному маршруту. С 8 по 15 августа по направлению в город по своему обычному маршруту по направлению из города В объезд от Московского шоссе по улице 22-го портьезда через Старозагору до проспекта Кирова. Далее по своему прежнему маршруту. В Самаре вынесли приговор двум местным жителям 46 и 42 лет. Их признали виновными в хищении нефти из магистрального трубопровода. Злоумышленников задержали в феврале 2018 года в Сызранском районе. Правоохранители установили, что мужчины выкачивали сырье из трубопровода Уфа-Западное направление, принадлежащее акционерному обществу «Транснефть-Прикамье». Несанкционированную врезку они вывели в ангар, расположенный в поселке Сборный. Похищенное черное золото скапливалось в резервуарах. Всю нефть, полученную нелегальным способом, мужчины продавали по поддельным документам на частные заправки региона. Таким образом, они успели похитить и сбыть около 17 тонн нефтепродуктов. Одному из них суд дал 2 года и 10 месяцев, второму 2 года и 5 месяцев лишения свободы. В Самарской области возбудили уголовное дело из-за некачественного ремонта спуска к причалу в селе Рождествено. Местные жители осенью прошлого года стали жаловаться в различные инстанции, что после капитального ремонта спуска лестница сразу стала крошиться. Выяснилось, что работы по строительству спуска были выполнены раньше, еще в летний период 2018 года, а по документам был отражен октябрь. После прокурорской проверки, которая показала, что некоторые из работ не соответствуют видам и объемам, указанным в актах о приемке, было возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии на железной дороге. На перегоне Кенель, Безинчук столкнулись поезд и КамАЗ. Авария произошла во вторник вечером. Столкновение случилось на регулируемом перекрестке. За рулем КамАЗа был 54-летний мужчина. От удара грузовик выбросил из рельсов. Кабина повреждений не получила. Удар пришелся на прицеп. А вот поезду досталось. У электровоза повреждены лобовое стекло и метельники. Впрочем, пока этот ущерб расценивают как незначительный. В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По словам синоптиков, это самый холодный июль за последние 40 лет. В среду 31 июля в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Экстремально холодно для июля было в трех населенных пунктах. Самая низкая температура была зафиксирована в Кенель-Черкассах. Она составила 4,8 градуса. Это на 2 градуса ниже предыдущего рекорда, установленного в 1972 году. В Большой Глушице также был побит рекорд 1972 года. Здесь зафиксировали 7,3 градуса. В авангарде температура воздуха составила 5,1 градуса. Предыдущий минимум был в 2012 году 5,4 градуса. Проголосуя за любимый парк, сквер, бульвар в Самаре открылись 22 пункта для интернет-голосования. Выбрать свой любимый уголок в городе может каждая. Елена Малюцина тоже определилась. Людмила Гурьяновна живет в поселке Зубчининовка уже полвека. Здесь она знает каждую улочку и ее историю. Рассказывает, на этом месте более 100 лет назад стоял деревянный храм, но в 1935 году его снесли. А в 1997, когда построили новый, территория храма стала местом притяжения для жителей. Они хотят обогородить это место и создать рядом сквер имени Александра Невского. Люди и прихожане могли отдыхать и после службы, и в вечернее время. Были детские площадки, была зона отдыха, будет памятник Зубчининову. И поэтому я думаю, что это будет цивильно, красиво и не хуже, чем в городе. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу проголосовать за территорию по благоустройству со сквер Александра Невского. Какие нужно отменять действия. Потому что вы не хотите, чтобы наш сквер выиграл. Поучаствовать в преображении города может любой желающий с 14 лет. Для этого нужно прийти в пункт интернет-голосования. Таких в городе 35. Для тех, у кого нет доступа к интернету, можно проголосовать в специальном пункте. У кого он есть, в любом удобном месте. С телефона, либо компьютера. За несколько часов работы странички сайта в рейтинговом голосовании приняли участие более 5000 человек. Мы решили проголосовать за строительство сквера на улице Александра Невского. В Дубчиневке я родилась, училась здесь, в той собственной школе. Для нас это очень важно, потому что у меня теперь ребенок, дочка. Вот мой племянник ко мне из Москвы приезжает в гости постоянно на лето. Чтобы для детей что-то было, мне кажется, это самое главное. Сквер первых космонавтов, парк Щорса, парк Воронежские озера, Ерик-парк. И это далеко не весь список территорий, за которые можно отдать свой голос. Где будут гулять ваши дети и внуки? Где проведут соревнования футбольные команды вашего двора? А может быть, рядом с вашим домом не хватает ландшафтных композиций и уютных беседок? Что станет удобным местом досуга и новым украшением города? Решайте вам. Ведь это будут именно те территории, которые наберут наибольшее количество голосов. Проголосовать можно до 4 июля. И уже в 2020 году появится еще одно красивое место по национальному проекту «Жилье и городская среда». Елена Малютина, Григорий Пляшаков, Василий Колдашов. События. Молодежный форум ИВЛГ-2.0 завершил свою работу. Неделю на Мостряковских озерах в Палаточном городке. Молодые люди со всей России и ближнего зарубежья встречались с экспертами, которые подсказывали им, как воплотить в жизнь разнообразные проекты. От культуры и спорта до науки и бизнеса работало 10 смен на 3 больше, чем в прошлые годы. И Волгу посетили полпредпрезидента ПФУ Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елены Лапушкина. Какие выводы они сделали после закрытия форума, расскажет Сергей Кизоркин. На форуме были полномочный представитель президента ПФУ Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. С участниками смены культурный бум и творческой молодежью они обсудили вопросы развития театра, в том числе народного. В рамках форума прошел второй окружной фестиваль молодежных театров. Свои спектакли показали победители регионального этапа окружного проекта «Театральное приволжье». Это уникальное событие в ходе Года театра в России, отметили эксперты Иволги. Также были затронуты темы сохранения культурного наследия, реставрации памятников архитектуры, а также можно ли считать искусством граффити и какова грань между творчеством и вандализмом. Все были шокированы случаем в Самаре. На ленинградской граффити нанесли поверх фасадной дореволюционной рекламы. Молодежь убеждена, если человек считает себя художником, он должен иметь кодекс чести. Это здание, доходный дом, по-моему, он был. Это культурная память, которая как раз, и у нас у человека должны быть ценности того, что мы должны сохранять ту историю, которая была до нас, и нельзя ее портить. Дмитрий Азаров поручил мэрии Самары отобрать спецплощадки для стрит-арт-художников и заметил, что высококлассные примеры росписи домов появились в Самаре перед чемпионатом мира по футболу и лучшие граффити о российской сборной сделаны именно в 63-м регионе. Шатер смены Иволга Интернешнл стал основной диалоговой площадкой для обсуждения актуальных вопросов, идей и проектов, связанных с евразийским гуманитарным сотрудничеством. За время проведения форума родилось 85 инициатив по проведению совместных международных мероприятий. Это по-своему уникальная площадка, необходимость которой во многом определяется тем, что перемены в мире настолько быстры, что просто усовершенствование уже работающих процедур недостаточно для того, чтобы ощущать себя устойчиво, в том числе и в такой важной сфере, как социокультурное развитие. Подводя итоги Иволги, полпредпрезидента в ПФО Игорь Комаров отметил в первую очередь особую атмосферу форума. Я бы хотел выделить на самом деле дух Иволги, действительно отношение тех, кто здесь собрался, ребят, которые действительно чувствуются, что серьезный отбор произошел, и большое желание тех, кто приехал сюда и участвует в работе здесь, в общении. У данного форума есть будущее, и по праву он считается одним из самых популярных, самым, наверное, хорошо организованным и самым востребованным форумом молодежным. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, самый главный эффект молодежного форума происходит тогда, когда его участники возвращаются в свои города и поселки и реализуют проекты, причем не только свои, но и коллег из других регионов. Сегодня эта большая команда Иволги, которая формируется на протяжении многих лет, уверен, создает очень успешное будущее развития Приворского федерального округа, наших городов, наших сел, наших регионов. В заключительный день Иволги Дмитрий Азаров пообщался с самарской делегацией, самой представительной на форуме, 650 человек. Регион стал и лидером по количеству выигранных грантов. 14 проектов, 10 от ПФО и 4 от Росмолодежи получат поддержку на общую сумму более 3 миллионов рублей. Еще 6 проектов поддержат партнеры форума. У Самарской области также самое большое количество экспонатов на выставке научных достижений – 10 из 48. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, События. Всех приезжающих на молодежный форум Иволга встречала оранжевая кошка. Инсталляцию, посвященную самарскому гостеприимству, участники фестиваля конструировали 3 недели. В ход пошли негодные трубы и элементы колодцев самарских теплосетей. Собирали скульптурные группы и участвовали в перформансе несколько сот человек. Это было фантазирование не с пустого места, а, так сказать, с некими запрограммируемыми смыслами. Мы стали рассуждать о том, что такое тепло, как с ним работать, из чего живет город, как звучат трубы. И много-много-много пересчитывали вариантов. В итоге мы пришли к выводу, что, конечно же, неким таким уже устоявшимся символом домашнего тепла, уюта, комфорта является, конечно же, кошка. Поэтому так родилась идея такого арт-объекта. Кошка всем очень нравится. Мне тоже. У нас поступило предложение к главе города для того, чтобы не только использовать этот арт-объект на Иволге, но и установить его в городе Самаре. Елена Владимировна эту идею поддержала. Сейчас идет обсуждение места, где мы это установим. Идея сама по себе замечательная. И мне рада, что именно на Иволге такие идеи рождаются. Здесь очень много креатива, очень много такого молодежного движения. Мне очень хочется, чтобы эта кошка нашла свое место и в Самаре, конечно. Очень надеюсь, что это будет как-то связано с перекладкой коммуникаций. Но точно она найдет свое место в Самаре. Хочешь, чтобы твой двор был красивым? Не сиди без дела. Сейчас есть множество программ, благодаря которым можно получить деньги на преображение. Жителям нужно просто знать алгоритм действия. И вот как раз этому учат в школе двороводов. Редкой профессией теперь обладает 250 самарцев. Валерия Куценко узнала детали. Окраинами город силен. Главной целью участников проекта «Двороводы» украсить не только центр города, но и другие районы Самары. Для этого на помощь местным властям призывают активистов. Слушателями школы могут стать председатели ТСЖ, управляющие микрорайонами и неравнодушные активисты. Занятия проходят в формате лекций по ландшафтному проектированию, экологии и урбанистике. После теории участники переходят к практике в своих дворах. Один из таких активистов Вячеслав Ребцов, автор проекта «Двороводы». Он занял первое место на молодежном форуме «Иволга 2.0», победив в смене молодежная команда страны. Теперь Вячеслав будет проводить лекции по благоустройству дворов в своем родном городе Тольятти. Опыт есть. Говорит, что он самый молодой, старший по дому в Самарской области. В своем доме он живет с самого детства и лично знает его проблемы. Мы будем обучать людей, которые заинтересованы в создании проектов по благоустройству, управлению многоквартирными домами. Показать им, как вовлекать больше людей в создание проектов по благоустройству и доводить отрисованный проект до реализации. Красивый двор, прежде всего, радует глаз и у людей возникает чувство сопричастности. Я хочу, чтобы он развивался. В проекте дворовода есть и практические занятия. Ландшафтные архитекторы показывают, как сделать легкие конструкции из подручного материала, учат сажать деревья, оформлять клумбы из многолетников и ухаживать за ними. Идейный вдохновитель проекта Ольга Куранда. Говорит, активисты должны понимать, для кого они хотят делать двор и учитывать интересы всех его жителей. Большой проект по Куйбышевскому району, 113 километров, тоже хотим там навести красоту. То есть у нас есть некие территории города, которые не являются исторической частью, не являются презентационной частью. Но там живут люди, достойные нормальной комфортной среды. Чтобы преобразить свой двор, жителям нужно собрать инициативную группу и подать заявление в администрацию района. Желательно, сопроводив ее будущим проектом двора. Дальше дело за администрацией района. Часто получается, что инициатива есть, бюджет есть, а совместить это все грамотно не получается. Сегодня мы будем об этом говорить, как правильно заявка оформляется, как правильно она перерабатывается уже с учетом мнения архитекторов. Двороводы очень много молодежи привлекают. Проект двороводы готовится к новому сезону. Организаторы говорят, что хотят привлечь больше молодых людей в ряды активистов. Валерия Куценко, Николай Сидоров, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самары ГИС на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова